Здравствуйте, дорогие друзья, любители спорта и здорового образа жизни. Я также приветствую тех, кто только что решил присоединиться к нашей спортивной семье. С вами Иван Солоненко, тренер сети спортивных клубов SportLife. Сегодня мы поговорим о проблеме избыточного веса. Действительно ли он так страшен, как нам о нем рассказывают? Стоит ли с ним бороться? Из чего начать? Где искать пути решения проблемы? Давайте разбираться вместе. Жировая ткань является хранилищем богатых энергий жирных кислот, которые находятся в ней в составе нейтрального жира, триглицеридов. Жировая ткань у женщин в норме составляет 15-18% от общей массы тела. У мужчин 8-12%. Избыточный вес и ожирение определяются как аномальные и излишне жировые отложения, которые могут нанести ущерб здоровью. Для классификации данных состояний часто используется показатель, который называется индексом массы тела. Он рассчитывается как отношение веса тела в килограммах к квадрату роста в метрах и является наиболее удобной мерой оценки уровня ожирения и избыточного веса, поскольку одинаков для обоих полов и всех возрастных категорий. В норме индекс массы тела варьирует от 18,5 до 25. По определению Всемирной организации здравоохранения индекс массы тела равный или больше 25 это избыточный вес, больше или равный 30 это ожирение. Избыточным весом и ожирением обусловлено 44% случаев сахарного диабета, 23% случаев ишемической болезни сердца и от 7 до 41% случаев некоторых видов рака. Клинические проявления ожирения. Гипертоническая болезнь у лиц с ожирением в 2-3 раза чаще. Ишемическая болезнь сердца при ожирении в 2 раза чаще. Сахарный диабет второго типа. При избыточном весе риск увеличивается в 3-4 раза, а при индексе массы тела более 40. У мужчин риск увеличивается в 18 раз, у женщин в 13 раз. Желчнокаменная болезнь. При высоких степенях ожирения риск заболевания у мужчин увеличивается в 21 раз, у женщин от 2 до 5. Злокачественные опухоли. У женщин возрастает риск рака эндометрия, молочной железы, желчного пузыря. У мужчин рака предстательной железы, толстой кишки. Причиной избыточного веса и ожирения является энергетическая несбалансированность между калориями, поступающими в организм и калориями, затрачиваемыми. Это основная, но не единственная причина. В развитии данного патологического состояния также принимают участие следующие факторы. Низкая физическая активность, стресс, возраст, функциональные нарушения в центрах аппетита, гормональный фактор, наследственный фактор. Существенное значение также имеет характер принимаемой пищи. Употребление жирной пищи не требует затрат энергии для ее утилизации и пищевой термогенез, то есть часть энергии, которую забирает организм переваривания пищи, равен нулю. Углеводная пища требует небольших энергетических затрат и в пищевом термогенезе сгорает некоторое количество калорий. Кроме того, углеводы приводят к освобождению серотонина, который стимулирует центр насыщения в головном мозге. Значительно большее количество калорий требуется для утилизации белковой пищи. Увеличивается пищевой термогенез и из лишних килокалорий образуется тепло и повышается основной обмен. Нежирный сорта мяса, телятина, говядина, кура, индейка, рыба и зеленые овощи не только препятствуют развитию ожирения, но и являются основными ингредиентами диеты при коррекции веса. Лица с избыточной массой тела и ожирением должны получать с пищей от 1500 до 600 килокалорий в сутки в зависимости от степени нарушения веса. Более эффективно применение умеренно низкокалорийной диеты 1300-1200 килокалорий в сутки. Всем, кто серьезно нацелен на результат, я рекомендую вести пищевой дневник. Для чего же он нужен? Очень часто мы заблуждаемся, говоря, что ничего не едим или едим низкокалорийную пищу и не понимаем, от чего поправляемся. И только проанализировав пищевой дневник, можно понять, сколько мы едим, что и как часто. Он покажет, каких продуктов в рационе излишек, а каких наоборот не хватает в нашем меню. А это позволит правильно скорректировать рацион в зависимости от поставленной цели. Но для того, чтобы правильно оценить ваше питание, необходимо записывать все съеденное за день, включая воду, конфеты, печенье, жевательную резинку. Также необходимо учитывать время принятия пищи. Количество съеденной пищи указывает в граммах, миллилитрах, стаканах, ложках или в сравнительной форме. Вы удивитесь, сколько всего вы даже не считали за еду и сколько на самом деле вы кушаете за день. Вести дневник питания следует 1-2 месяца. Далее вы можете взять таблицу гликемических индексов и калорийности продуктов и просчитать, сколько калорий вы потребляете за день. А также просчитать, сколько калорий вы тратите и сравнить эти цифры. И понять, является ли питание избыточным или нет. Независимо от суточного количества калорий, в пище должно содержаться 60% углеводов, 20% белка, 20% жира. Из него 1 треть животный жир, 2 трети растительный. Прием пищи должен быть 5-6 раз в день, небольшими порциями. Причем углеводы целесообразно принимать в первой половине дня, отдельно от белков. Прием жидкости не ограничивается. Не следует форсировать процесс похудения. Желательно снижение массы тела на 2 кг в месяц. Это позволит снизить массу тела за полгода на 6-12 кг, а что самое главное, ее удержать. Из всего вышесказанного следует, что при коррекции веса от вас требуется соблюдение режима и характера питания, регулярная физическая активность и позитивный настрой. Наш клуб создает все условия для этого. Комфортная атмосфера и дружелюбный настрой, а также высокий профессионализм персонала помогут вам в достижении ваших целей. Добиваться таких целей самостоятельно, не имея специальных знаний и опыта, сложно. Поэтому я рекомендую вам заниматься с тренером. Тренер не только составит программу питания и тренировок, но и адаптирует вас к атмосфере тренажерного зала, обучит технике упражнений, объяснит принципы и особенности тренировочного процесса. Каждый раз, приходя в зал, вы будете радоваться своему прогрессу, который шаг за шагом, с каждой каплей пота, будет приближать вас к совершенству. Не бойтесь начать, просто сделайте первый шаг, и вы увидите, как все вокруг начнет меняться в лучшую сторону. Пусть фитнес станет неотъемлемой частью вашей жизни, и она наполнится яркими красками и положительными эмоциями, расширится круг знакомых и появятся интересные темы для разговоров. Вместе со SportLife нет ничего невозможного. С вами был Иван Солоненко, до новых встреч!